Сура седьмая. Преграда. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Алиф, Лам, Мим, Саад. Писание, которое неспослано тебе, о Пророк, Коран. Пусть же не будет в твоей груди стеснения, сомнения о нём, что оно неспослано от Аллаха. Чтобы ты увещевал им, Кораном, людей, предупреждал о наказании Аллаха, и чтобы оно было напоминанием для верующих. Следуйте, о люди, за тем, что неспослано вам от вашего Господа. Подчиняйтесь повелениям и сторонитесь запретного, который есть в Коране и о которых сказал Пророк. И не следуйте вместо него за другими покровителями, за шайтанами, монахами и книжниками. И как мало вы внимаете увещанием, получаете пользу от этого. И сколько селений, их жителей, мы погубили, наказав их за неверие уже в этом мире. Приходила к ним наша ярость, наказание, во время ночного сна или когда они спали, отдыхая днём. И было зовом их, словами признания собственного злодеяния. Когда приходила к ним наша ярость, наказание, только то, что они говорили, поистине мы были притеснителями. И мы непременно спросим тех, которым были посланы, посланники от Аллаха. И мы непременно спросим посланных, посланников, о том, как они доводили от Аллаха истину до людей, и о том, что им они ответили. И мы непременно расскажем им, всем творениям, о том, что они творили на земле, сознанием, будучи знающими наши повеления и запреты. И ведь мы никогда не бываем отсутствующими. Вес деяний людей в тот день, в день суда, будет истинной, точным и справедливым. И у кого весы будут тяжелы, благими деяниями, те будут обретшими успех. А у кого весы деяний будут легки, на благие дела, те нанесли убыток самим себе, лишили самих себя доли довольства Аллаха. За то, что были несправедливы к нашим знаменям, за то, что нарушили границу дозволенного, не веруя в Аллаха и не подчиняясь Ему. И уже мы утвердили вас, о люди, на земле, чтобы вы жили на ней и устроили вам там средства жизни. И как мало вы благодарны Аллаху за его благодеяние. И вот уже мы создали вас, о люди, вашего праотца Адама, из небытия, потому придали вам образ, который лучше, чем у многих творений. Потом сказали мы, Аллах, ангелам, преклонитесь ниц перед Адамом, чтобы проявить этим уважение к нему и показать его превосходство. И преклонились ниц они, все ангелы, кроме Иблиса, который не оказался из числа преклонившихся ниц. Смотрите суру корова, аят 34. Он, Аллах, сказал Иблису, что удержало тебя от того, чтобы преклониться ниц, когда я приказал тебе. Он, Иблис, сказал, я лучше его, как создание. Ты создал меня из огня, а его создал из глины. Он, Аллах, сказал, не звергнись из него, из рая. Не подобает тебе превозноситься в нем, в раю. Выходи же из рая. Поистине, ты стал из числа презренных. Когда Иблис потерял надежду на милосердие Аллаха, он сказал ему. Предоставь мне отсрочку. Дай мне жить до дня, когда они творения будут воскрешены, чтобы у меня была возможность ввести в заблуждение тех из потомков Адама, кого я смогу. Он, Аллах, сказал. Поистине, ты, о Иблис, среди получивших отсрочку, кому была уже предопределена отсрочка до первого дуновения в рог, когда погибнут все творения. Он, Иблис, сказал. За то, что ты ввел меня в заблуждение, я непременно засяду против них, потомков Адама, на твоем прямом пути. Потом я, Иблис, приду к ним, к людям, и спереди, и сзади, и справа, и слева, и буду отклонять их от истины, и разукрашу им ложь, буду стремиться, чтобы они желали этот мир, и чтобы усомнились в вечной жизни. И ты, о Аллах, не найдешь большинства их благодарными тебе за твои благодеяния. Сказал он Аллах Иблису. Выходи оттуда из рая, презренным и отверженным. Однозначно, тех, кто последует из них, из людей, за тобой, я непременно заполню гиену, ад, вами всеми. И сказал Аллах, «О, Адам, поселись ты и жена твоя, Хавва, в раю. Питайтесь, чем хотите, но не приближайтесь к этому дереву, чтобы съесть плод от него, а не то вы окажетесь притеснителями, ослушавшимися Аллаха». И нашептал им двоим, подстрекнул Адама и Хавву, сатана, чтобы они ослушались Аллаха, съев плод запретного дерева, и чтобы этим открыть то, что было скрыто от них обоих из их ноготы, и сказал, «Запретил вам ваш Господь это дерево только потому, чтобы вы не оказались ангелами или не стали вечными». И поклялся он, Иблис, им, Адаму и Хавве, Аллахом, так как те сомневались, «Поистине, я для вас двоих однозначно из числа добрых советчиков». «И низвел он, Иблис, их, Адама и Хавву обольщением. А после того, как они вкусили дерево, попробовали плод ее, и стала видна им обоим их ногота, которая до этого не была видна, и стали они, Адам и Хавва, сшивать для себя райские листья, чтобы укрыть свою ноготу, и возвал к ним двоим Господь их, «Разве я не запрещал вам двоим это дерево? И разве не говорил я вам, что сатана для вас двоих явный враг?» Сказали они двое, Адам и Хавва, «О Господь наш, мы самим себе причинили зло, съев плод запретного дерева, и если ты не простишь нам и не помилуешь нас, мы окажемся потерпевшими убыток». Аллах сказал Адаму, Хавве и Иблису, «Спуститесь на землю, будучи врагами друг другу, для вас на земле место пребывания и пользования благами до определенного времени, до дня суда». Аллах внушил эти слова Адаму, чтобы он с ними обратился к нему с покаянием. Аллах сказал Адаму и Хавве и их потомству, «На ней, на земле, вы будете жить, и на ней будете умирать, и из нее будете выведены в день суда». О потомки Адама! Уже мы не спослали, даровали вам одеяние, которое прикрывает вашу ноготу, необходимую одежду и наряды для приукрашивания, а одеяние, остережение, обладать качеством боязни наказания Аллаха лучше, чем просто одежда. Это упоминание о неспослании одежд из знамени Аллаха, чтобы вы вняли увещанием, получили пользу от этого. «О потомки Адама! Пусть сатана не искусит вас, пусть не представит вам грех прекрасным, подобно тому, как он уже вывел ваших прародителей из рая, совлекши с них одежду, которой их укрывал Аллах, чтобы показать им их ноготу. Поистине, он, сатана, видит вас. Он и его сородичи оттуда, откуда вы их не видите, поэтому остерегайтесь их. Поистине, мы сделали шайтанов покровителями тех, которые не веруют». А когда они, неверующие, совершают какую-нибудь мерзость, поклонение идолам, обхождение голым вокруг Каабы, убийство родившихся девочек, то говорят, «Мы нашли в таком положении наших отцов, они так делали, и Аллах приказал нам это. Скажи ему, посланник, поистине, Аллах не приказывает рабам своим совершать мерзости, грехи и непристойные. Неужели вы, о многобожнике, станете говорить на Аллаха то, чего вы не знаете? Скажи, о посланник, людям, «Повелел Господь мой проявлять праведливость во всем, так повинуйтесь же Ему. И направляйте лица ваши по кибли. В каждом месте преклонения ниц, когда совершаете молитву, и молите Его, обращайтесь с мольбой к Нему, и поклоняйтесь Ему, делая поклонение исключительно только Ему. Как Он сотворил вас впервые из небытия, так вы и вернетесь, будете сотворены во второй раз при воскрешении». Часть своих рабов Он, Аллах, повел верным путем, привел к вере. А относительно части Его рабов оказалось суждено заблуждение, неверие. Поистине, они те, относительно которых оказалось суждено заблуждение, взяли шайтанов, покровителями, сторонниками и защитниками вместо Аллаха. И они, эти заблудшие, думают, что они идут верным путем. «О потомки Адама, облекайтесь в свои украшения, одевайте одежды и будьте чистыми, при каждой мечети, при исполнении молитвы, ешьте и пейте, но не излишествуйте, не переходите граней, которые установил Аллах в этом. Ведь поистине Он не любит излишествующих, как в еде и питье, так и в другом. Скажи, о посланник, этим невежественным многобожникам, кто запретил украшения Аллаха, красивые одежды, которые Он низвел, даровал для своих рабов и благие, дозволенные виды пропитания, скажи, о посланник многобожникам, эта одежда и благой удел дано Аллахам для тех, которые уверовали и для других в земной жизни и исключительно только верующим в день воскресения». Так подобно этому разъяснению, мы разъясняем знамения для людей, которые знают. «Скажи, о посланник многобожникам, Господь мой запретил только мерзкие деяния, явные из них и скрытые, и запретил Он грех и злодеяния по отношению к людям, без права, не имея на это права, и запретил Он вам предавать Аллаху сотоварищи то, на что Он не ниспослал никакого доказательства, чтобы их называть богами и служить им, запретил многобожие, и говорит на Аллаха то, чего вы не знаете, приписывать Ему сына, дочерей, объявлять дозволенным то, что Он запретил. И у каждой общины есть свой срок, предел, когда они умрут или пойдет на них наказание Аллаха. И когда же придет их срок, который установил Аллах, то они не задержатся от срока ни на час, им не будет дана отсрочка, и не приблизится к сроку ни на час, он не наступит раньше того момента, который установил Аллах. О потомки Адама! Если придут к вам посланники мои из числа вас самих же, рассказывая вам мои знамения, читая аяты книги Аллаха, то те, кто будет остерегаться наказания Аллаха и станет праведным, не будет над ними страха в день суда от наказания Аллаха, и не будут они опечалены, что упустили чего-то в своей земной жизни. А те, которые отвергли наши знамения и проявили высокомерие по отношению к ним, из-за своего высокомерия не приняли их, такие станут обитателями огня, вечно пребывающими в нем, в аду. И кто же еще больше является притеснителем, нежели чем тот, кто измыслил на Аллаха лож или отверг его знамения? Таких постигнет их доля наказания из книги, которая написана в хранимой скрижале. А когда придут к ним, к неверующим, наши посланцы, ангел смерти и его помощники, чтобы упокоить их, они, ангелы, скажут, «Где же те божества, которых вы призывали, которым поклонялись, помимо Аллаха?» Они, неверующие, скажут, «Они, божества, исчезли от нас, и засвидетельствуют они против самих себя, что они были неверными». Он, Аллах, скажет этим многобожникам, «Войдите вместе с подобными вам в неверии, общинами, которые прошли, жили до вас, как из числа джинов, так и людей в огонь, в ад». Каждый раз, когда будет входить в ад одна община, она будет проклинать другую общину, подобную ей из-за следования которой она сама впала в заблуждение. А когда они собрались все в нем в аду, то другая община, последующие поколения неверующих, скажет о первой общине, о предыдущих поколениях неверующих. «О Господь наш! Эти ввели нас в заблуждение, дай же им наказание двойное из огня!» Он, Аллах, скажет, «Каждому, и им, и вам двойное, однако только вы, о последователи, не знаете этого». И тогда скажет первая община предводители, другой, своим последователям, «У вас не было преимущества перед нами, мы были одинаковы в заблуждении». И Аллах Всевышний скажет, «Вкусите же адское наказание за те грехи, что вы приобрели». Поистине, те, которые отвергли наши знамения, неверующие, и проявили высокомерие по отношению к ним, из-за своего высокомерия не приняли их и не подчинились Аллаху. Не откроются им врата, ворота неба, когда ангелы станут поднимать их души после смерти. И не войдут они в рай, точно так же, как пока не пройдет верблюд через игольное ушко. Никогда. И тогда воздаем мы бунтарям, неверующим. Им, неверующим, будут даны из наказания гиены ада ложа под ними, а над ними покрывало. И так воздаем мы притеснителям, неверующим. А те, которые уверовали и совершали праведные деяния, совершали только ради Аллаха то, что повелел Аллах сам, непосредственно и через своего посланника, по мере своих сил, ведь мы возлагаем на душу только возможное для нее. Они станут обитателями рая, и они в нем, в раю, будут пребывать вечно. И мы изъяли все, что было у них, у обитателей рая, в груди из злобы, ненависть. Под ними, у их ног, текут райские реки, и говорят они, «Хвала Аллаху, который привел нас к этому, и мы бы не шли верным путем, если бы Аллах нас не повел. Пришли посланцы Господа нашего с истиной, и было возвещено, вот вам рай, который дан вам в наследство за то, что вы делали, за вашу веру и благие деяния». «И воззвали обитатели рая, как вошли в него, к обитателям огня. Вот мы нашли то, что обещал нам наш Господь, устами своих посланников, истиной, получили награду. Нашли ли вы истиной то, что обещал вам ваш Господь, устами своих посланников, обрели ли наказание? Они сказали, «Да». И возгласил глашатый среди них, «Допадет проклятие Аллаха на притеснителей, неверующих, которые и отклоняли других от пути Аллаха, от полной покорности Ему, и стремились исказить его путь Аллаха. И они в вечную жизнь не верили. И между ними, обитателями рая и обитателями ада, огромная разделяющая завеса, которая называется преградой. И на этой преграде находятся люди, которые узнают всех, и обитателей рая, и обитателей ада, по их признакам, как, например, по белизне лиц обитателей рая, и черноте лиц обитателей ада. Люди, которые находятся на преграде, те, у которых благие деяния равны плохим, и они надеются на милосердие Аллаха. И воззовут они, люди на преграде, к обитателям рая, приветствуя их, мир вам. И они, люди на преграде, еще не вошли в него, в рай, хотя и очень желали. А когда будут обращены взоры их, людей на преграде, к обитателям огня, они скажут, «Господи, не помещай нас вместе с людьми, которые являются притеснителями». И возвести ли люди, которые находятся на преграде, к людям, которых они узнают по их признакам, к предводителям неверующих, не избавило вас, собранное вами в земной жизни, ни имущество, ни ваши последователи, и то, что вы высокомерно гордились. Не об этих ли, об бедных и беспомощных верующих, которые уже в раю, вы клялись, что Господь не проявит им своего милосердия. И Аллах Всевышний вас зовет к тем, кто на преграде. Входите в рай, нет страха для вас, нет для вас никакого уже наказания, и не будете вы опечалены тем, что уже прошло. И вас зовут обитатели огня, адские мученики, к обитателям рая, прося помощи. Пролейте на нас хоть немного воды или то, чем наделил вас Аллах, или дайте хоть немного еды. Они скажут, «Поистине, Аллах запретил и то, и другое, и воду, и еду для неверующих. Тех, которые обратили свою веру, придерживаться которой повелел Аллах, в потеху и забаву, и которых обольстила завлекла земная жизнь и ее прелести. Сегодня забудем мы их, оставим пребывать в вечных мучениях, как и они, погрузившись в потехи и наслаждения, забыли про встречу с этим их днем и за то, что они отрицали наши знамения, доказательства Аллаха. И уже пришли мы к ним, к неверующим, с книгой, которую разъяснили и которая содержит самое важное и необходимое знание, как руководство для выхода из заблуждения на прямой путь и милосердие для людей, которые веруют. Неужели они, неверующие, ждут, пока не осуществится это наказание, которое обещано за неверие? В тот день, когда придет осуществление его, когда будет исполняться то, что обещано Аллахом в Коране, скажут те, которые забыли, оставили его Коран, раньше, неверующие. Сейчас нам стало ясно, что посланники Господа нашего приходили с истиной и будут ли у нас заступники, которые сегодня заступились бы за нас пред Аллахом? Или будем ли мы возвращены еще раз в мир, чтобы совершать не то, что делали, чтобы совершать только то, чем доволен Господь? Вот нанесли они убыток самим себе, войдя в ад, и исчезло от них то, что они измышляли, все их божества и то, что обещал им Сатана. Поистине, Господь ваш, о люди, Аллах, который создал небеса и землю из небытия по своей мудрости за шесть дней, хотя он мог их сотворить и за один миг, сказав лишь «Будь», а затем утвердился, возвысился, как подобает только его величию, на троне. Он покрывает ночью день, который непрестанно за ней движется, и солнце, и луну, и звезды, подчиненные его власти, его могуществу, о да, ему принадлежит и создание, и власть. Благословен Аллах, Господь миров. Обращайтесь с мольбами к вашему Господу, со смирением в тайне, скрыто, ибо это уберегает человека от показного поклонения. Поистине, он, Аллах, не любит преступающих, нарушающих установленные им границы. И не сейте беспорядок на земле, многобожием и грехами, после устранения ее, после утверждения на ней веры и единобожия, и призывайте его, испытывая страх перед его наказанием и надеясь на его щедрое вознаграждение. Поистине, милость Аллаха близка от добродеющих. И только он, Аллах, тот, который посылает ветры, несущие облака, как радостную весть о том, что будет дождь, по своему милосердию. А когда они, ветра, поднимут тяжелое облако, мы гоним его на безжизненную, засушливую местность, низводим посредством этого воду дождь и выводим ею водой всякие плоды. Таким же образом, мы выведем и умерших из их могил в день суда. И этот пример приводится, чтобы вы получили пользу от этого наставления. И хорошая земля, местность, она такова, что когда выпадает на нее дождь, восходит ее растение с дозволения Господа ее легко и хорошо, а та местность, которая плоха, растение ее восходит только скудно и бесполезно. Верующий подобен хорошей земле, когда ему приходят аяты Аллаха, он получает от них пользу и совершает благие деяния. Так, подобно этому, распределяем мы знамения, доказательства для людей, которые благодарят Аллаха своей покорностью ему, заданные им блага. И уже раньше мы послали пророка Нуха к его народу и сказал он Нух, о народ мой, поклоняйтесь только одному Аллаху, ведь нет для вас другого Бога, кроме Него, ведь поистине я боюсь за вас, что постигнет вас наказание дня великого, что вы будете ввергнуты в ад в день суда. Сказала знать из его народа, поистине мы видим тебя, о Нух, что ты находишься в явном заблуждении. Пророк Нух сказал, о народ мой, нет со мной никакого заблуждения, но наоборот, я только посланник от Господа миров. Я довожу до вас послание моего Господа и искренне советую вам, чтобы остерегались наказания Аллаха, и я знаю от Аллаха то, чего вы не знаете. Пророк Нух сказал, разве вы удивляетесь тому, что напоминание от Господа вашего пришло через одного человека из вас, чтобы он предупреждал вас о наказании Аллаха, и чтобы вы остерегались его наказания, исполняя его повеления и отстраняясь от того, что он запретил, и чтобы вы были помилованы Аллахом, обрели счастье в вечной жизни. И они, большая часть его народа, отвергли его Нуха, не поверив, что он послан Аллахом, и спасли мы его Нуха и тех, кто был с ним верующих в ковчеге, и потопили тех, которые отвергли наши ясные знамения, неверующих. Поистине, они были людьми слепыми к истине. «И к Адитам послали мы брата Ихуда». Сказал им пророк Худ, «О народ мой, поклоняйтесь только одному Аллаху, ведь нет для вас другого Бога, кроме Него, разве вы не станете остерегаться наказания Аллаха?» Сказала знать из его народа, которые стали неверующими, «Поистине, мы видим, что ты, о Худ, находишься в неразумении, так как ты призываешь нас оставить поклонение нашим божествам и поклоняться только Аллаху, и мы однозначно считаем, что ты из числа лжецов, которые лжут про Аллаха». Пророк Худ сказал, «О народ мой, нет у меня никакого неразумения, но наоборот, я только посланник от Господа миров. Я передаю вам послание моего Господа. Я для вас, в призыве к признанию Богом только Аллаха и к покорности Ему, надежный советник, так как я делаю это по внушаемому мне Аллахом откровению». Неужели вы удивляетесь тому, что пришло к вам напоминание от Господа вашего через одного человека из вас, чтобы он предупреждал вас о наказании Аллаха? И помните, благодеяние Аллаха вам, когда он сделал вас, о Адиты, преемниками после народа Нуха, и увеличил вам в творении величину, сделал вас более рослыми и сильными. Вспоминайте же благодеяния Аллаха, которых очень много, может быть, вы обретете успех в этом мире и в вечной жизни. Адиты сказали, «Не для того ли ты пришел, о Худ, чтобы мы поклонялись только одному Аллаху и оставили то, чему поклонялись наши отцы, идолов? Приведи же нам то, чем ты угрожаешь нам, наказание, если ты из числа правдивых». Пророк Худ сказал, «Уже пало на вас от вашего Господа наказание и гнев. Неужели вы будете припираться со мной об именах, об именах божеств, которыми назвали их вы и ваши отцы, предки?» И не спослал Аллах с ними никакого довода, указывающего на то, что идолы заслуживают, чтобы им поклонялись. «Ждите же, когда пойдет наказание на вас, и поистине я вместе с вами буду одним из ждущих». И затем Аллах наслал на Адитов губительный ветер. «И мы спасли его, пророка Худа, и тех, кто был вместе с ним, верующих, по нашей милости и истребили, и скоренили до последнего тех, которые отвергли наши знамения и не были верующими». «И к Саму Дианам мы отправили брата их Салиха». Сказал он Салих, «О народ мой, поклоняйтесь только одному Аллаху, ведь нет для вас другого Бога, заслуживающего поклонения, кроме Него. Пришло к вам ясное знамение, доказательство от вашего Господа, что это правда, к чему я вас призываю. Это верблюдица Аллаха, который он вывел вам из скалы, как вы сами просили это, дана для вас знамением. Оставьте ее постись на земле Аллаха, не касайтесь ее, верблюдицу, со злом, не причиняйте ей никакого зла, чтобы вас из-за этого не постигло мучительное наказание. И помните, как он сделал вас преемниками после адитов и поместил вас на земле, на равнинах, которые вы устраиваете себе дворцы, а горы высекаете, как дома. Помните же благодеяние Аллаха, который он оказал вам, и не ходите по земле, распространяя порчу, неверие». И знатные люди из его народа, которые высокомерно превозносились, сказали тем, которые были слабы, а именно тем, которые уверовали из них, из слабых, издеваясь над ними, «А вы точно знаете, что Салих послан от Господа своего?» Они сказали, «Поистине, мы веруем в то, с чем он послан, от Аллаха, и исполняем это». Сказали те, которые высокомерно превозносились, «Поистине, мы не веруем в то, во что вы уверовали». И зарезали они верблюдицу, и превознеслись над повелением Господа их, и сказали, насмехаясь, «О Салих, приведи к нам то наказание, что ты обещаешь, если ты из числа посланников». И постигло их, неверующих самудян, сильное сотрясение, землетрясение и сильный шум, и наутро все они оказались в своем жилье поверженными, погибшими. И отвернулся он, Салих, от них, от своего народа, и сказал, «О народ мой, вот уже я довел до вас послание Господа моего и искренне советовал вам то, в чем благо, но не любили вы советующих». И также отправили мы пророка Лута. Вот он сказал своему народу, «Неужели вы будете творить мерзость, в которой никто из миров вас не опередил? Никакое творение до вас не совершало подобное. Поистине, вы однозначно приходите по страсти к мужчинам, имеете с ними близость вместо женщин. Да, вы люди, вышедшие за предел». И ответом его народа было только то, что они сказали, «Изведите их, Лута и его семью, из вашего селения, ведь они, Лут и его последователи, люди, которые придерживаются чистоты, отказываются от того, что делают многие. И мы спасли его, пророка Лута, и его семейство от нашего наказания, повелев ему покинуть тот город, кроме его жены, и она оказалась среди оставшихся погибших». «И пролили мы на них каменный дождь, наказание, и перевернули их селение вверх дном. Посмотри же, о посланник, каким оказался конец бунтарей, которые осмелились на ослушание Аллаха и отвергли его посланников. И к мадьянитам мы отправили брата их, Шуайба. Сказал он, пророк Шуайб, «О народ мой, поклоняйтесь только одному Аллаху, ведь нет для вас другого Бога, кроме Него. Вот пришло к вам ясное знамение, доказательство от вашего Господа, что я послан им. Полностью соблюдайте меру и правильно устанавливайте весы, не обвешивайте и не снижайте по несправедливости людям стоимость их вещей, при покупке представляя товар худшим. И не сейте беспорядок на земле, многобожием и грехами, после устранения ее, после утверждения на ней веры и единобожия. Это то, к чему я призываю вас, лучше для вас, и для этого мира, и для вечной жизни, если вы верующие. И не садитесь на всякой дороге, угрожая людям убийством, грабя их и отвращая от пути Аллаха тех, кто уверовал в Него и стремясь искривить его путь Аллаха. Помните о благодеянии Аллаха, когда вас было мало и Он вас приумножил, и посмотрите, каков был конец распространителей расстройства на земле. «Если часть из вас уверовала в то, с чем я послан, а часть не уверовала, то терпите, пока Аллах не рассудит между нами, пока не падет на вас наказание, о котором я предостерегал вас. И ведь Он лучший, самый справедливый из судящих». Сказали знатные люди из Его народа, которые высокомерно превознеслись. «Обязательно мы изгоним тебя, Ошуайб, и тех, которые уверовали вместе с тобой, из нашего селения, или же ты вернешься к нашему толку, к вере». Он, Шуайб, сказал, «Неужели мы последуем за вашей ложной верой, если мы ненавидим ее, за ее ложность? Мы измыслим на Аллаха ложь, если вернемся к вашему толку, к вашей вере, после того, как Аллах спас нас от Него. Не годится нам возвращаться к Нему, к вашему толку, если только этого не пожелает Аллах, Господь наш». Объемлет наш Господь всякую вещь своим знаниям, и он знает, в чем благо для его рабов. На Аллаха мы положились, о Господь наш, разреши между нами и нашим народом поистине, ведь ты лучший из решающих. И сказала знать из его народа, которые стали неверными, «Если вы, о люди, последуете за Шуайбом, тогда вы непременно окажетесь в убытке, погибнете». И постигло их неверующих мадьянитов сильное сотрясение, землетрясение, и наутро все они оказались в своих жилищах поверженными, погибшими. Те, которые отвергли Шуайба, отказались признать его пророком, как будто бы и не жили там. Те, которые отвергли пророка Шуайба, они оказались в убытке и в этом мире и в вечной жизни. И отвернулся он, Шуайб, от них, от своего народа, и сказал, «О народ мой, вот уже я довел до вас послание Господа моего и искренне советовал вам то, в чем благо, уверовать о неверующих людях». И в какое бы селение мы не отправляли пророка, который призывал бы их к признанию Богом только Аллаха, то непременно подвергали обитателей его нужде крайней бедности и беде, болезни, чтобы они стали смиренными, обратились к Аллаху и к истине. Потом, после продолжительного их упорства в неверии, мы заменяли им плохое положение хорошим, так что они начинали благоденствовать. Аллах давал им отсрочку, чтобы они возблагодарили его. Но и это им не помогало одуматься и прийти к истинной вере. И говорили они, «Постигали и отцов, предков наших беда и счастья все это временное явление. И мы схватывали их наказанием внезапно, так что они даже не чувствовали». А если обитатели тех селений уверовали бы истинной верой и остерегались бы наказания Аллаха, то мы непременно открыли бы им благословение, врата всякого блага, с неба и земли, со всех сторон. Но однако они отвергли мои писания и моих посланников, и мы схватили их наказанием за то, что они приобретали, за их неверие и грехи. Неужели неверующие обитатели тех селений были уверены, что к ним не придет наша ярость наказания ночью, когда они спят? И неужели были уверены неверующие жители тех селений, что к ним не придет наша ярость в предполуденное время, когда они забавляются? И неужели же они, неверующие обитатели селений, не опасались хитрости Аллаха? И не опасаются хитрости Аллаха и его отсрочки только люди, потерпевшие убыток, заблудшие, которые не понимают, в чем для них благо и в чем для них вред? Разве он не показал, разъяснив тем, которые унаследовали землю после ее прежних обитателей, которых погубили наказанием, что если бы мы желали, то могли бы поразить их за грехи, как это сделали мы с теми, кто был до них, и запечатать их сердца, чтобы они не понимали истину, и так, что они не будут слышать наставлений. Эти селения, которые были упомянуты, мы рассказываем тебе о посланник известия о них. Это селения народов, к которым приходили пророки Нух, Худ, Салих, Лут и Шуайб. И уже приходили к ним их посланники ясными знамениями, которые указывали на их правдивость, но они же не были таковы, чтобы уверовать в то, что раньше отвергали. Так запечатывает Аллах сердца неверных. У большинства из них, предыдущих общин, мы не находили исполнения договора. И действительно, нашли мы большинство из них непокорными. Потом послали мы после них, после упомянутых посланников, пророка Мусу, с нашими знамениями, к фараону и его знати, но они, фараон и его сторонники, несправедливо поступили по отношению к ним, к чудесам знамениям. Посмотри же, о пророк, каков был конец распространителей расстройства на земле. И сказал Муса, о фараон, поистине, я посланник Господа, Создателя и Управителя миров. Полагается говорить мне об Аллахе только истину. Вот я пришел к вам с ясным знамением от вашего Господа, который доказывает мою правдивость. Отправь, отпусти же со мной потомков Исраила, освободив их из плена и порабощения, чтобы они могли поклоняться Аллаху. Фараон сказал пророку Мусе, если ты пришел со знамением, то доставь, покажи его, если ты из числа правдивых. И бросил он Муса свой посох, и вот он превратился в явную огромную змею. И вынул он Муса свою руку из одежды, и вот она, рука его, бела, как молоко для смотрящих. А когда он обратно возвращал руку, она обретала естественный цвет, сказала знать из народа фараона. Поистине, этот Муса однозначно знающий колдун, который хочет изгнать вас из вашей земли. И фараон сказал, что же вы посоветуете? Они сказали, отсрочи ему Муси и его брату Харуну и пошли по городам Египта сборщиков, чтобы они привели к тебе, о фараон, всякого знающего колдуна. И пришли колдуны к фараону и сказали, поистине, для нас однозначно будет награда, если мы окажемся победившими. Фараон сказал, да будет для вас и награда, и вы будете еще и из числа приближенных ко мне, если одержите вверх. Колдуны сказали, о Муса, выбирай, либо ты бросишь свой посох первым, либо мы бросим первыми. Муса сказал, бросайте первыми. А когда они, колдуны, бросили свои посохи и веревки, то этим они околдовали глаза людей и вселили в них страх и явили великое колдовство. И внушили мы пророку Муси, теперь ты брось свой посох. И вот она, змея, поглощает то, что они ложно представили. И проявилась истина для присутствующих и выявилась ложность того, что они, колдуны, делали. И были они все колдуны, там побеждены и превратились в ничтожных, бесславных и проигравших. И пали колдуны, кланясь ниц, перед могуществом Аллаха. Сказали колдуны, мы уверовали в Господа миров, Господа Мусы и Харуна. Сказал фараон колдунам, вы уверовали в него в Аллаха прежде, чем я позволил вам без моего разрешения. Поистине это, признание Мусы пророком и истинности того, с чем он пришел, хитрость, которую вы вместе с Мусой замыслили в этом городе, чтобы вывести из него его жителей. Но вскоре вы, о колдуны, узнаете, какое наказание постигнет вас за это от меня. Я непременно отрублю вам, о колдуны, руки и ноги накрест, потом однозначно распну вас всех на стволах пальм. Сказали колдуны фараону, поистине мы к нашему Господу возвращаемся, и его наказание сильнее, чем твое наказание, и если мы перетерпим твое наказание, то будем спасены от наказания Аллаха в день суда. И ты, о фараон, мстишь нам только за то, что мы уверовали в знамение Господа нашего, когда они к нам пришли. О Господь наш, пролей на нас терпение и упокой нас предавшимися «Ты, о фараон, оставишь Мусу, и его народ сеет беспорядок на земле в Египте, а он, Муса, оставит тебя и твоих богов, отвратить людей от поклонения тебе и твоим богам». Фараон сказал «Мы будем убивать сынов их и оставим их женщин живыми, и ведь поистине мы обладаем властью над ними». Сказал Муса своему народу «Просите помощи у Аллаха, чтобы он защитил нас от фараона и его сторонников и проявляйте терпение во всем, что случится. Поистине вся земля принадлежит Аллаху. Он дает ее в наследие кому пожелает из своих рабов, а благой итог будет для остерегающихся наказания Аллаха, тех, которые исполняют его повеление и отстраняются от того, что он запретил». Сказали люди из народа Мусы «Нам причиняли страдания, убивая наших сынов, и до того, как ты, о Муса, явился к нам, и мы продолжаем страдать, и после того, как ты пришел», пророк Муса сказал им «Может быть, Господь ваш погубит вашего врага, фараона и его сторонников, и сделает вас преемниками на земле после их погибели, и посмотрит, как вы поступаете, будете вы благодарны или нет». И уже мы поразили сборище фараона тяжкими годами и уменьшением неурожаем плодов, чтобы они вняли увещанием, обратились к Аллаху с покаянием. Когда приходило к ним, к фараону и его народу добро, обильный урожай, они говорили «Это из-за нас». А когда постигало их зло, засуха и неурожай, они связывали его с Мусой и теми, кто был с ним, что произошло это из-за Мусы и верующих. О да, ведь их связывание событий у Аллаха это произошло по воле Аллаха из-за их неверия, но большая часть их не знает этого по причине своего невежества и заблуждения. И сказали люди фараона пророку Мусе «Сколько бы ты не приводил нам знамений, чтобы околдовать нас ими, мы тебе не поверим». И мы наслали на них потоп, который затопил их поля и сады, и саранчу, которая поела их посевы, урожай, двери и крыши домов, и также их одежды, и насекомых, которые несли гибель их скоту, и жаб, которые оказывались в их пище, посуде и постели, и кровь, в которую превратилась вода в их реках и колодцах, как знамения ясные». Они понимали, что такие знамения никто, кроме Аллаха, не может сделать. Но они проявили высокомерие, отказались уверовать в Аллаха и оказались людьми, творящими беззаконие, которые упорствуют в совершении того, что Аллах запретил. А когда постигло их фараона и его народ наказание, они сказали «О Муса, обратись за нас к своему Господу, как он договорился с тобой, что он убирает наказание, когда обращается к нему с покаянием. Если ты отведешь от нас это наказание, то мы непременно и обязательно уверуем в тебя и однозначно пошлем вместе с тобой потомков Исраила». А когда мы отвели от них наказание до определенного предела, которого они все равно достигнут и будут тогда наказаны, не поможет им отсрочка наказания. Вот они нарушают договор, который они заключили с Господом через Мусу и продолжают оставаться на неверии. «И когда настал срок наказания их, мы отомстили им и утопили их в море за то, что они отвергли наши знамения, с которыми был послан пророк Муса, и были небрежны к ним. И дали мы в наследие людям, которые были угнетенными потомкам Исраила, востоки и запады той земли, в которую мы не спаслали благодать, восточные и западные части Палестины. И исполнилось благое слово твоего Господа над потомками Исраила за то, что они терпели, и разрушили мы то, что строил фараон и его народ, и что они воздвигали. И перевели мы потомков Исраила через море, и пришли они к людям, которые чтут своих идолов. Потомки Исраила сказали, «О Муса, сделай нам такого же Бога, как и у них божества». Пророк Муса сказал, «Поистине, вы люди невежественные, которые не знают о величии Аллаха и о том, что поклоняться можно только Аллаху». «Поистине, у этих людей, которые поклоняются идолам, погублено будет то, чего они держатся, их многобожие, и будет пусто то, что они делали». Пророк Муса сказал своему народу, «Неужели я буду искать для вас другого Бога, кроме Аллаха, когда Он оказал вам предпочтение перед теми мирами, людьми, которые жили в ваше время, когда к вам посылалось много пророков и не спосылались книги от Аллаха?» «И помните о благодати нашей, о потомке Исраила, когда мы спасли вас от сборища фараона, от фараона и его приспешников, которые возлагали на вас злое наказание, сильно мучили вас, убивая, вырезая многих ваших сынов и оставляя в живых ваших женщин, чтобы использовать их в качестве служанок. И было в этом для вас испытание от Господа вашего великое». «И определили мы Мусе срок до встречи у горы Тур в тридцать ночей месяцев Зулькада, чтобы он постился в них и завершили их, еще прибавив первые десять ночей месяца Зульхиджа. И в итоге составил этот срок Господа твоего сорок ночей». «И сказал Мусе своему брату Харуну перед тем, как уйти на тайную беседу со своим Господом, «Оставайся вместо меня в моем народе и устрой порядок и не следуй по пути сеющих беспорядок». И когда пришел Мусе к назначенному нами сроку, к завершению сорока дней, и беседовал с ним Господь, Мусе сказал, «Господи, покажись мне, чтобы я посмотрел на тебя». Аллах сказал, «Ты меня в этом мире не увидишь, но посмотри на ту гору, если она удержится на своем месте, то ты меня увидишь». А когда открылся его Господь горе, он обратил ее в пыль и пал Муса без сознания. Когда же он пришел в себя, то сказал, «Приславен ты, я обратился к тебе с покаянием, я больше не буду просить об этом, и я первый из верующих из своего народа». Аллах сказал, «О Муса, поистине, я избрал тебя перед людьми моими, посланиями и моей речью беспосредника, бери же то, что я дам тебе, и будь из числа благодарных». И мы написали для него, для Мусы, на скрижалях Торы, о всякой вещи увещания и разъяснения для всякой вещи. И Аллах Всевышний сказал Мусе, «Возьми же это, Тору, с силой, крепко, и прикажи твоему народу, чтобы они держались за лучшим в этом. Вскоре я покажу вам обиталище непокорных, ад. Вскоре я отвращу от моих знамений понимание их тех, которые высокомерно превозносятся на земле, не имея на это права. И какие бы знамения они не увидели, то не верят в него. Если они, проявляющие высокомерие, увидят путь прямоты, то не следуют этим путем. А если они увидят путь заблуждения, неверия, то возьмут его себе путем. Это за то, что они отвергли наши знамения и были беспечны по отношению к ним. А те, которые отвергли наши знамения и встречу в вечной жизни, станут напрасными их дела, от которых они ждут пользу. Неужели им воздастся в вечной жизни еще чем-либо, кроме того, что они сделали? Им воздастся только за их неверие. И взял, сделал себе народ мусы после него, после того, как мусы ушел от них, чтобы говорить со своим господом из своих украшений, из золота, тельца, чтобы поклоняться ему, имеющего форму теленка. И сделали в нем отверстие, и при ветре он издавал звук, как мычание быка. Разве они не знали, дословно видели, что он, золотой телец, не говорил с ними и не указывал им истинный путь? Они взяли его себе и были притеснителями по отношению к самим себе. Когда же они, поклонявшиеся тельцу, пожалели о содеянном и увидели, поняли, что этим самым заблудились, они сказали, «Если не помилует нас наш Господь и не простит нам, если не примет наше покаяние, то мы непременно будем в числе оказавшихся в убытке». И когда вернулся Муса к своему народу, разгневанным и опечаленным, так как Аллах Всевышний сообщил ему о том, что самаритянин ввел его народ в искушение. Муса сказал, «Плохо то, что вы совершили после меня в мое отсутствие. Неужели вы хотели ускорить повеление вашего Господа? Неужели вы хотели моего скорейшего возвращения?» И в гневе бросил он скрижали, на которых была написана Тора, в сторону тех, кто поклонялся тельцу. И схватил за голову своего брата Харуна, таща его к себе. Харун, желая успокоить Мусу, сказал, «О сын моей матери, люди, потомки Исраила, ослабили меня и чуть не убили меня, когда я запрещал им поклоняться тельцу. И не давай же врагам злорадствовать и не причисляй меня к числу людей, которые являются притеснителями». И, услышав оправдание брата, Муса сказал, «Господи, прости мне мой гнев и моему брату то, что было у него с потомками Исраила, и введи нас в твою милость, ведь ты милостивейший из милостивых, самый милосердный». Поистине, тех, которые взяли себе тельца, постигнет гнев от Господа их и унижение в земной жизни. И вот так мы воздаем измышляющим ложь. А те, которые творили плохие деяния, неверие и ослушание, потом раскаялись после них и уверовали, поистине, твой Господь после этого, после полного покаяния, однозначно прощающий, милосердный. И когда успокоился у Мусы гнев, он взял скрижали. В них начертаны истинный путь и милость тем, которые боятся своего Господа. И избрал Муса из своего народа семьдесять лучших человек, которые не поклонялись тельцу, и отправился вместе с ними к горе Тур, к назначенному нами сроку, чтобы они обратились к Аллаху с покаянием за свой народ, неразумные из которого поклонялись тельцу. И когда они достигли назначенного места, они сказали, «О, Муса, мы не поверим тебе, пока не увидим Аллаха открыто. Ты же говорил с ним, так покажи нам его». А когда постигло их сотрясение, то все эти семьдесять мужчин погибли. И пророк Муса сказал, плача, умоляя своего Господа, «Господи, что я скажу потомкам Исраила, ведь ты погубил лучших из них. Если бы ты желал, то погубил бы их еще раньше, до того, как они вышли бы к этой встрече, и меня вместе с ними. Неужели ты погубишь нас за то, что делали неразумные из нас? Это поклонение Тельцу только твое испытание, которым ты заблуждаешь, кого пожелаешь, и наставляешь на истинный путь, кого пожелаешь. Ты наш покровитель, прости же нам и смилуйся над нами, ведь ты лучший из прощающих. И запиши за нами в этом мире благое деяние и в вечной жизни. Сделай так, чтобы мы оказались из числа тех, которым записаны благие деяния как в этом мире, так и в вечной жизни. Поистине, мы обратились с покаянием к тебе. Аллах Всевышний сказал. Наказание моим я поражаю, кого желаю, а милость моя объемлет всякую вещь. Поэтому я запишу ее, милость, тем, которые остерегаются моего наказания и по своей воле дают закят тем, у которых есть на него право и которые веруют в наши знамени. Которые следуют за посланником, пророком, неграмотным, Мухаммадом, описание которого они находят записанными у них в Торе, в Евангелии, который побуждает их к одобряемому, к единобожию и покорности Аллаху и удерживает их от неодобряемого, от многобожия и неповиновения Аллаху, объявляет дозволенным им благо, благие виды пищи, питья и супружества и объявляет запретным им мерзости, мерзкие виды еды и супругов, снимает с них их беремя и оковы, которые были на них, облегчает те положения, которые были раньше. Вот те, которые уверовали в него, в Мухаммада, и поддерживали его, и помогали ему, и последовали за светом, который не спослан с ним, за Кораном. Такие являются обретшими успех в этом мире и в вечной жизни. Например, в законах ранних общин было отрезание той части одежды, на которую попала скверна, сжигание трофеев, обязательная казнь убийцы, независимо, даже если он убил по ошибке. Скажи, о посланник. О люди, поистине, я посланник Аллаха ко всем вам, того, которому принадлежит власть, полное владение и управление над небесами и землей, и который таков, что нет Бога, заслуживающего поклонения, кроме него, и который оживляет свои творения и умертвляет их. Веруйте же в Аллаха и его посланника Мухаммада, пророка неграмотного, который не умеет читать и писать, который верует в Аллаха и его слова, и следуйте за ним, может быть, вы пойдете прямым путем. И из народа Мусы была община, которая вела людей истиной и действовала по ней справедливо, когда производился суд. И мы разделили их, народ Мусы, на двенадцать родовых колен, сыновей пророка Якуба, народов. И внушили мы Мусе, когда во время странствия в пустыне его народ просил у него пить, «Ударь своим посохом о скалу!» И ударил Муса, и выбились из нее двенадцать источников по числу колен потомков Исраила. Так что все люди знали место своего водопоя. У каждого колена был свой источник, чтобы между родами не возникали споры. «И осенили мы их облаком, укрыли их от солнечной жары под его тенью, и низвели на них манну, нечто подобное меду, которое появляется на деревьях, и перепелов. И мы сказали им, «Питайтесь благами, которыми мы вас наделили». Но они стали ослушаться повеления Аллаха и не благодарили за благо и лишились этих благ. И этим самым не нам они причинили несправедливость, вред, а самих себя притеснили. «И вот сказано было им, потомкам Исраила, «Поселитесь в этом селении, в Иерусалиме, и ешьте там, где пожелаете, и говорите, прощение, о Аллах, прости нас. И входите во врата этого города, проявляя покорность и благодарность Аллаху, а именно кланяя с ниц. Мы простим вам ваши прегрешения и умножим, увеличим награду, делающим добро. И заменили те, которые творили беззаконие из них, из потомков Исраила, слово Аллаха другим словом, чем им было сказано. «И послали мы на них наказание с неба за то, что они творили беззаконие». Они стали входить в город, ползя на нижних частях своего тела, вместо того, чтобы входить, преклоняясь ниц, и они говорили «хинта» – пшеничное зерно, вместо «хитта» – прощение. И так они насмехались над повелением Аллаха. «И спроси, о пророк, у них, у иудеев, историю о селении, которое было около моря, когда они, жители того селения, приступали за пред Аллаха в отношении субботы, которую они должны были почитать и не работать в этот день. Когда приплывали к ним их рыбы в почитаемую ими субботу, поднимаясь прямо на поверхность моря, и они ловили их, хотя это и было запрещено. А в тот день, когда они не почитали субботу, они, рыбы, не приплывали к ним. Так мы испытывали их за то, что они были непокорны». Это селение Эйлат на берегу Красного моря. И вот сказала одна община из них другой общине, «Почему вы увещеваете людей, нарушающих субботу, которых Аллах погубит или накажет сильным наказанием?» Увещевавшие сказали, «Для оправдания перед вашим Господом, так как мы исполняем его повеление, удерживать людей от запретного и повелевать благое, и, может быть, они, нарушители, станут остерегаться наказания». Когда же они, нарушители субботы, забыли про то, что им напоминали и продолжали своё неповиновение Аллаху, мы спасли тех, которые удерживали от зла тех, которые увещевали нарушителей, и схватили тех, которые творили зло ужасным наказанием за то, что они были непокорны. Когда же они приступили то, что им запрещали, ловили рыбу в запрещенный для них день, мы сказали им, «Будьте обезьянами презренными». «И вот возвестил Господь твой, непременно я буду насылать против них, против иудеев, до дня воскресения тех, кто будет подвергать их злым наказаниям». «Поистине, Господь твой быстр в наказании, и поистине Он однозначно прощающий тех, которые обращаются к Нему с покаянием и милосердны к ним». «И распределили мы их потомков Исраила по земле общинами, среди них есть и праведные, которые удерживают других от совершения зла, и среди них есть и те, кто вне этого непокорные Аллаху». «И испытывали мы их благами, богатством и изобилием, и трудностями, бедностью и голодом, может быть, они вернутся к повиновению Аллаха». «И остались после них преемники, унаследовавшие Писание, знания Торы, которые хватали случайности этого наиближайшего мирские блага, нарушая законоположения Аллаха, данные в Торе, и говорили при этом «Нам будет прощено». И если бы пришла к ним к иудеям случайность, нечто запретное вроде той, они бы взяли и её, объявив её дозволенной. Разве не был с них с потомков Исраила взят завет, договор о Писании, что они будут говорить на Аллаха только истину, и что они будут изучать то, что написано в нём, в Торе? А обитель вечности лучше для тех, которые остерегаются наказания Аллаха, разве вы не уразумеете? А те, которые придерживаются Писания, исполняя его положение и совершают молитву надлежащим образом, ведь поистине мы не сводим на нет награды, делающих добро. И вот подняли мы гору над ними, над потомками Исраила, словно тучу, и думали они, что она падёт на них, если они не примут законы Торы. Возьмите то, что мы привели к вам, силы, усердствуйте в исполнении её и вспоминайте, что в ней, в Торе, чтобы этим вы остерегались наказания Аллаха. И вот Господь твой выводил на протяжении истории человечества из потомков Адама, из спин их, их потомства, и заставлял их засвидетельствовать о самих себе. Не я ли ваш Господь? Они сказали, да, мы свидетельствуем, что ты наш Господь. Это для того, чтобы вы не сказали в день воскресения, поистине, мы были беспечными к этому. Или же, чтобы вы не сказали, ведь ещё раньше до нас отцы наши совершали многобожие, а мы были потомством после них. Неужели ты погубишь нас за то, что делали приверженцы лжи? Итак, мы распределяем знамения, может быть, они, многобожники, вернутся к единобожию. И прочитай, о пророк им своей общении, весть о том, человеке из числа потомков Исраила, кому мы дали наши знамения, а он отбросил их, изучал и затем отверг. И сделал его своим последователем сатана, и был он из заблудших. А если бы мы пожелали, то возвысили бы его посредством этого. Но, однако, он приник к земле, предпочёл мирские блага вечной жизни и последовал за своей прихотью. И, по примеру, подобен он собаке. Если бросишься на неё, прогоняя её, высовывает язык. И если оставишь её в покое, тоже высовывает язык. Этому человеку одинаково. Призываешь ты его или не призываешь. Это притча о людях, которые отвергли наши знамения. Рассказывай же, о посланник, рассказом, может быть, они и твой народ станут размышлять. Как плохи, по примеру, те люди, которые отвергли наши знамения. Самим себе они причинили зло. Кого Аллах наставит на истинный путь, дарует веру и покорность, тот идёт по прямому пути. А кого он вводит в заблуждение, оставит без своего содействия, то такие, понёсшие убыток. И уже мы сотворили для гиены ада много джинов и людей. У них сердца, которыми они не понимают. Они не надеются на награду Аллаха и не боятся его наказания. Глаза, которыми они не видят знамения Аллаха. Уши, которыми не слышат аяты книги Аллаха. Такие люди, как скоты, даже более заблудшие, так как животные видят, в чём им польза и что опасно для них. Такие люди, находящиеся в беспечности. Ещё за 50 тысяч лет до сотворения всего сущего Аллах Всевышний знал, что будет происходить с его творениями. И он записал всё это у себя. Поэтому смысл этого аята не в том, что Аллах Всевышний создал кого-то специально для ада, а в том, что из тех, кого он создал, есть те, кто выбирает себе этот путь. И у Аллаха есть прекраснейшие имена. Молите же его посредством их, этих имён, и оставьте тех, которые отрицают, искажают его имена. Будет им воздано за то, что они делают. Из тех, кого мы сотворили, есть община, которая ведёт истинное, руководством Аллаха и ею творит справедливость. А тех, которые отвергли наши знамения, мы постепенно завлечём их в наказание, дав им много богатства и детей, так что они даже не узнают, не осознают, что они этим погружаются под наказание Аллаха. И даю я им отсрочку, долгую жизнь, ведь поистине, хитрость моя сильна. Неужели они, те, которые отвергли наши знамения, не размышляли, что у их товарища, у Мухаммада, нет одержимости бесами? Ведь он, Мухаммад, только разъясняющий, увещеватель, который доводит до вас то, что повелел ему Аллах. Неужели они, эти неверующие, не смотрели на царствие Аллаха в небесах и на земле, и во всём, что создал Аллах, и неужели они не задумывались о том, что, может быть, приближается их предел, и они могут умереть, будучи неверующими? И в какое же повествование после этого, Корана, они уверуют? Кого Аллах вводит в заблуждение, того уже никто не сможет наставить на истинный путь, и он оставляет их скитаться слепо, в своём беспределье, неверии? Они, неверующие, спрашивают тебя, о пророк, о часе, наступление судного дня, когда его прибытие. Скажи им, знание о нём только у моего Господа, и не знает его времени никто, кроме него. Тяжко будет оно, наступление этого часа, на небесах и на земле. Придёт он, этот час, к вам только внезапно. Спрашивают они тебя, о пророк, как будто бы ты осведомлён о нём, об этом часе. Скажи, знание о нём только у Аллаха, но большая часть людей не знает, что это знает только Аллах. Скажи, о посланник, не владею я для самого себя ни пользой, ни могу принести себе пользу, ни вредом, ни могу отклонить от себя вред, кроме только того, что желает Аллах дать мне. И если бы я знал сокровенное, то я непременно умножил бы себе что-либо из блага, сделал бы причины для увеличения пользы для себя, и меня не коснулось бы нечто плохое, остерегался бы всех опасностей. Ведь я только увещеватель, который предупреждает вас о наказании Аллаха за неверие и непокорность, и радующий раем, вестник для людей, которые веруют. Он Аллах, тот, кто сотворил вас, о люди, из одного человека, Адама, и сделал из него его супругу Хаву, чтобы обретать спокойствие у нее вместе с ней. И это происходило в раю. А уже в этом мире, после того, как он, мужчина, покрыл ее жену, имел с ней близость, она понесла легкую ношу, забеременела, то пошла с ней, продолжила обычную жизнь. После того, как она отяжелела, приблизилось время родов, они оба, мужчина и женщина, обратились с мольбой к Аллаху, Господу их двоих. Если ты, о Аллах, даруешь нам хорошего ребенка, то мы непременно будем тебе благодарны. После того, как он, Аллах, даровал им двоим, мужу и жене, хорошего ребенка, они двое устроили для него сотоварищей в том, что он даровал им двоим. Почему они равняют тому, который дарует им детей тех, которые ничего им не дают? Превыше же Аллах того, что они предают ему в сотоварищи. Неужели они, многобожники, предают сотоварищи Аллаху, приравнивают ему то, что ничего не творит, и которые сами были сотворены? И не могут они, ложные боги, не помочь им, тем, которые поклоняются им, и самим себе не помогают? Если вы, о многобожнике, зовете их, свои божества, к прямому пути, то они не последуют за вами. Одинаково для вас, будете ли вы звать их, ваши божества, или будете вы молчать, потому что они не слышат и не видят, не ведут к истине и сами не идут? Поистине, те, кого вы, о многобожнике, призываете помимо Аллаха, ваши божества, рабы Аллаха, подобные вам. Взывайте же к ним с мольбой, и пусть они вам ответят, пусть дадут то, что вы просите, если вы правдивы. Разве у них, у идолов, есть ноги, на которых они ходят? Или у них есть руки, которыми они хватают? Или у них, у идолов, есть глаза, которыми они видят? Или у них есть уши, которыми они слышат? Скажи, о пророк, идолопоклонникам. Тогда позовите ваших сотоварищей, ложных богов, и затем вместе с ними строите любые казни против меня, пророка, и не давайте мне отсрочки. Эти божества ничего плохого мне не смогут сделать. Поистине, покровитель мой Аллах, который низвел книгу Коран, и он помогает праведным против их врагов, и не оставляет их без помощи. А те, кого вы, о многобожники, призываете помимо него, ваши ложные божества не могут помочь вам, и сами себе они не помогают. Если вы, о многобожники, позовете их, ваших ложных богов, к прямому пути, они не услышат вашего зова. И ты, о посланник, видишь, будто они, идолы, смотрят на тебя, так как им сделали глаза, но они не видят, так как они всего лишь извояние. О пророк и твоя община, будь снисходителен, не требуй от людей того, что они не могут или не умеют делать. Побуждай к добру в словах и делах и отвернись от невежд. А если коснется тебя, о пророк, какое-нибудь наваждение от сатаны, он начнет подстрекать тебя к совершению плохого дела или оставлению хорошего, то обратись за защитой к Аллаху, ведь поистине он слышащий все речи, знающий все деяния. Те, которые остерегаются наказания Аллаха, исполняя его повеления и отстраняясь от того, что он запретил, они такие, что когда касается их видения, наущения от сатаны, они вспоминают о том, что они должны быть покорны Аллаху и обращаться к нему с покаянием. И вот они видят, что есть истина, удерживаются от непокорности Аллаху и отказываются от повиновения сатане. А их шайтанов, братья, неверующие многобожники, таковы, что шайтаны увеличивают для них заблуждение своими соблазнами, и затем они, неверующие, не остепеняются, продолжают еще больше погружаться в неверие и грехи. И если ты, о пророк, не явишь им многобожникам знамение, они говорят, «Почему ты его аят не сочинил от себя? Скажи им, о посланник, я не сочиняю аяты, а лишь следую за тем, что не спосылается мне как откровение от моего Господа». Это Коран, явные доказательства от вашего Господа, руководство и милосердие для людей, которые веруют. А когда читается Коран, то прислушивайтесь к нему, о люди, и молчите, чтобы вы были помилованы, чтобы Аллах одарил вас своим милосердием. И ты вспоминай Господа твоего в душе своей с покорностью и смирением, со страхом и не произнося открыто, негромко речь средним между вслух и про себя по утрам и по вечерам перед закатом и не будь из числа беспечных, которые забывают вспоминать Аллаха. Поистине те, которые у твоего Господа ангелы, они никогда не превозносятся высокомерно над служением Ему и восславляют Его непрестанно и перед Ним преклоняются Ниц. Субтитры создавал DimaTorzok